Продолжение следует... Читаю. Вряд ли Петр имел здесь в виду какие-то правила языка с существительными, глаголами и прилагательными. Однако именно так я и понимаю сам текст и суть христианства в этих словах. Прилагая к сему. То есть имеется какая-то основа, а есть приложение к ней. Ну, мне, например, часто доводилось работать с разными документами, которые содержали приложение. Например, какой-нибудь договор, к нему, как правило, идет приложение. Какой-нибудь там программный проект, к нему приложение. И без этих приложений основной документ теряет свой юридический смысл. Ну, а приложения, тем более, без основного документа не имеют никакого смысла ни юридического, ни даже логического. Ну, представьте, голые таблицы, голые расчеты, сметы, но без договора. Они превращаются в бессмысленную макулатуру. Вот в прочитанном нами тексте очевидно сотрудничество с Богом в деле нашего спасения и развития. Я специально не использую слово синергия, чтобы понятно было и бабушкам, и детям. То есть что-то предпринял для меня Бог, а что-то должен делать я сам. Что же сделал Бог для моего счастья по нашему тексту прочитанному? Ну, давайте перечислим. Я написал в своем конспекте четыре обетования из прочитанного. Потерпите парочку минут, сложный язык, потом будет все просто и на примерах. Первое, что я себе отметил. Бог призвал нас славою и благостью для новой жизни. Второе. Поэтому нам все необходимое даровано Богом для поддержания и развития этой жизни и благочестия. Третье. В этом призвании уже заключались великие и драгоценные обетования. И четвертое. Через них мы становимся соучастниками божественной природы. Он, Бог, со своей стороны все, что нужно для нашего развития дал. И всеми этими привилегиями мы можем пользоваться когда? Когда познаем Христа. Но это еще не все для нашего роста. Мы ко всему этому должны что-то приложить со своей стороны. И что же именно? Старания. Все старания. Вот то, что дал Бог, это существенная основа. А то, что делаем мы, это приложение или прилагательное. Эта идея и будет основой моей проповеди. Существительное без прилагательного все-таки может иметь смысл. Но прилагательное без существительного не имеет никакого смысла. Например, если сказать одно слово, прилагательное золотая, то вообще непонятно, на какую тему пойдет разговор. Что именно золотая? То ли сережка, то ли цена, то ли золотая рда, золотая мысль. Может золотая рыбка или вообще там золотая жена. А в итоге окажется, что имелась в виду золотая осень. Но если сказать одно существительное осень, то уже с одного единственного слова понятно, о чем примерно пойдет речь. Ну или, например, сказать одно слово теплое, без существительного. Это все равно, что ничего не сказать. Это слово будет иметь смысл только, когда его приложат к какому-нибудь существительному. Теплые деньки или теплые слова, или даже теплые христиане. В последнем случае слово теплые имеет даже негативное значение. Все зависит от того, к чему мы прилагаем это прилагательное. Приложили к денькам, веет согревающей приятностью. Приложили к христианам, веет разложением. Хотя, казалось бы, одно и то же слово. А в духовной науке, как и в русском языке, наблюдается то же самое. Есть то, что существенно, а есть то, что прилагается к этому существенному. Так вот, познание Христа и наших богатств в нем, это существенное, это существительное. Это то, что является основным, фундаментальным, заглавным. А вот уже наши христианские качества, это уже приложение к этой основе. А вот теперь давайте честно постараемся ответить, а чему больше в наших общинах уделяется внимание? Существительному или прилагательному? Познанию Христа или нашим качествам? Чаще я наблюдаю все-таки второе. За кафедрой звучат проповеди, в основном, которые отвечают на вопросы, какими мы должны быть. Или там, например, что хорошо, а что плохо, что красиво, что некрасиво, как построить, организовать, проводить свою христианскую жизнь. На молодежных общениях служителей просто закидывают типовыми вопросами про внешний вид, про женитьбу, работа, учеба, служение, деньги. Но, к сожалению, так мало вопросов о личности Христа, о наших сокровищах в нем, о богопознании. Вспоминаю одно из молодежных общений на дому на Камчатке, когда жил. Мы любили у кого-нибудь собираться после воскресного богослужения. На таких общениях частенько бывали молодые люди из мира, парни, девушки. Помню, один брат завел тему о косметике. Причем для наших сетер она вообще была неактуальна. Однако среди нас находилась неверующая девушка, которая была, конечно, накрашенной. Она скромно сидела и слушала эти разговоры. Больше мы ее, к сожалению, не видели в наших кругах. Как сокрушался мой друг, что вместо Христа он затронул косметику, вместо существительного преподнесли прилагательное. А прилагательное без существительного бессмысленно. Что поймет неверующий человек из таких общений? Что он здесь лишний? И вот здесь я должен отметить в этом вопросе две крайности. Либо проповедовать познание Христа, оставляя внимание практическую сторону христианской жизни. Либо проповедовать христианские качества, оставляя церковь без понимания Христа. Приведу два примера из области критики. Я часто встречаю недовольных критиков на своем пути. Как-то я говорил вот на эту самую тему в одной церкви. После собрания ко мне подошел какой-то набожный пожилой человек и стал увещевать меня за то, что я, по его мнению, бросил тень, так сказать, на личное освещение и практику жизни. Но чем больше я старался ему показать, что его критика надумана, тем больше он злился. Тогда я спросил его, скажите, брат, а вы молились перед тем, как подойти ко мне с этими обвинениями? Но ему явно не хотелось отвечать на этот вопрос. Мне пришлось извиниться и оставить его наедине со своей агрессией, которую он еще долго бросал меня в догонку, не желая успокоиться. Это было его болезненным восприятием моей христоцентричной проповеди. А вот второй случай, когда меня критиковали за обратное, за то, что якобы я не проповедовал Христа. В одном городе мне дали возможность говорить около полутора часов по посланию ангелу пергамской церкви. Это была текстовая проповедь. Многие люди сердечно благодарили за подробные разъяснения, и я этому искренне радовался. Но не все так думали. После собрания ко мне подошел человек где-то лет сорока и стал буквально изливать свою злость. Он сказал, «Я пришел послушать о Христе, а в твоей проповеди Христа было на 20%, причем в его поведении Христа было ровно 0%. Я попытался объяснить, что я шел по тексту, и если написано в тексте «ты живешь там, где престол сатаны», то вряд ли уместно будет в этот момент говорить о любви Христа к разбойнику или о возвращении блудного сына к отцу. Однако неадекватности этого критика, казалось, не было границ. Он вел себя еще агрессивнее того пожилого брата. Я задал ему тот же вопрос. Я, кстати, наверное, раза два всего задал их в жизни. «Вы молились перед тем, как подошли высказать свое негодование?» Он на это цинично ответил. «О чем? О том, чтобы понимать так, как ты понимаешь?» И еще он сказал, «Мы, наверное, верим в разного Бога». Вот здесь, кстати, этому я почему-то не стал возражать. А свидетели этого разговора потом мне объяснили, что это, оказывается, не какой-то уличный прохожий, невоспитанный мужик, а местный штатный проповедник. При этом сказали, да, не обращай на него внимания, но я все-таки обратил внимание. Почему? Ведь человек ратует за то, чтобы проповедовать только Христа. Но при этом далеко не братская агрессия извергалась у него прямо через головной кратер. Это другая крайность, когда под девизом «Только Христос» люди ревнуют нечисто. А если плоть нашла лазейку, она может себя проявлять даже под знаменем Христа, чтобы эффектно смотрелось. Помните Коринфин? «Я Павлов», «Я Аполосов», «Я Кифин». И там еще были, кто заявлял «Я Христов». Один пресвитер сказал, это самая проблемная группировка. И я согласен. Под именем Христа разрывали его тело. Жуткая реальность. Также недавно я встречался с одним мыслящим братом, который посещал одну большую славянскую церковь с небезызвестным пастором, которого считают христоцентричным проповедником. Однако я был удивлен услышать, какой низкий уровень практического христианства в их церкви. Разнузданность, либерализм, слабое братолюбие и тому подобное. И об этом я слышал не однажды и от разных людей. Поэтому христоцентричные проповеди – это еще не залог успешной церкви. Это существительное без прилагательного. Поэтому, имея в виду эти страшные вещи, я просто буду говорить о другом перекосе. То есть об одном перекосе, когда мы проповедуем приложение, оставляя без внимания основу нашего упования – самого Спасителя Христа. Почему? Потому что эту крайность я все-таки встречаю чаще. Итак, насколько же важно познавать Христа? Прочитанные в начале слова принадлежат апостолу Петру. Вот поэтому давайте с него и начнем. Сам великий столб церкви Петр нуждался глубоко в познании Христа. Хотя кто, как не Петр, знал его настолько близко и настолько хорошо. Ну, он знал практически все о Христе, как друга, с которым жил три года, плечом к плечу. Он знал его походку, его манеры, его жестикуляцию, его тембр голоса, он знал его там проникновенные глаза, под взглядом которых Петр вышел, горько плакал и сокрушался о своем отступлении. Он знал, сколько Христос спал, сколько он ел. Он знал, сколько учитель мог в день пройти километров, какой длительности могут быть его проповеди. Он знал, от чего Христос тяжко вздыхал или от чего улыбался. Он знал такие детали и подробности, о которых мы здесь на земле никогда не узнаем. Он даже видел Христа, который приоткрыл свою славу на горе преображения. И вот при всем этом Петр сам нуждался в познании Христа, сознавая, что в этом заключена сущность христианства. И вот только в этом случае есть смысл говорить о прилагаемых к сему стараниях. В противном случае возникает логичный вопрос, а чем мы тогда отличаемся от старательных и хороших, благородных, неверующих людей? Мы не пьем, да, но многие неверующие не пьют. Мы не курим, да, но многие неверующие не курят, не желая губить себя никотином. Некоторые неверующие даже бывают более старательны в работе над самими собой. Многие христиане безразмерно едят, но зато есть много неверующих, которые лучше следят за своим здоровьем, умеренностью в пище, внешностью, фигурой. На земле много неверующих, которые не позволяют себе ругаться скверными словами. Или пролетите в самолете, вы увидите, что стюардессы ведут себя намного обходительнее, любезнее, доброжелательнее, сдержаннее многих и многих, кто ходит в церковь. Тогда возникает вопрос, а чем мы тогда отличаемся от порядочных, неверующих, которые могут даже послужить добрым примером для христиан? А вот в этом-то и ответ. Отличие в том, что все эти старания прилагаются к разным основам, к разным существительным. Кто-то развивается, прилагая все старания к здоровью, силе, уму, красоте. Кто-то, работая над собой, прилагает старания к финансам или почестям. Стюардессы, официанты, менеджеры работают над собой, чтобы соответствовать своему, так сказать, рабочему статусу, продвигая этим самым интересы компаний. Кто-то прилагает все старания, чтобы произвести впечатление на противоположный пол. Ради этого он может даже поработать над своими вкусами, нравами. Или, например, чтобы производить впечатление на девчат, какой-нибудь целеустремленный парень может усиленно поработать над собой. Книги читать, чтобы развить интеллект, над своим характером поработать, чтобы развить некоторую обаятельность, делать физические упражнения, пыхтеть с гирями, чтобы развить спортивное телосложение. В этом мире много людей, которые могут работать над собой еще больше многих верующих во Христа. К чему же прилагает все старания христианин? Мне почему-то кажется, что наша кафедра имеет преимущественное направление с главной темой, какими мы должны быть. Хотя этот раздел наставления является приложением к главному. А главное – это познание Христа и всего того, что Бог подарил нам во Христе. Но личность Христа, давайте признаемся честно, раскрывается весьма слабо, скудно. Многие проповедники даже и не берутся за эту тему, либо говорят об этом крайне редко. Хотя я насчитал почти 70 текстов Нового Завета, говорят о том, что мы что-то имеем во Христе. Неужели с этим все понятно? И мы хорошо разбираемся в этих преимуществах в Иисусе Христе. Многие христиане похожи на того бедного индейца, который скитался в поисках пропитания и побирался подаяниями, пока он наконец не попал в один дом, где хозяин обратил внимание на висящий на шее нищего кулон. На вопрос, что это, индейец ответил. О, эта память мне досталась от родителей, этот мой талисман. Хозяева попросили разрешения взглянуть. Внутри его была плотно сложена какая-то бумажка. Оказалось, что это был чек на крупную сумму, подписанный известным американским политиком. Как это напоминает нищенское прозябание христианина, который так и не разобрался в собственном богатстве, подаренном во Христе. Для многих он так и остается каким-то памятным талисманом. Они чтят веру своих отцов, память о них, но они так и не поняли, что имеют лично в Иисусе Христе. Зато они хорошо знают, что можно, а чего нельзя делать. Их хорошо этому научили. К нашему величайшему и наикраснейшему стыду современная кафедра не только слабо проповедует и раскрывает самого Христа, но порой даже преступно отвлекает от него. Ну, например, самим ораторством или краснобайством. По-моему, это было в XIX веке. Давно уже читал. Один проповедник так увлекал слушателей своими речами и яркими выступлениями, что однажды кто-то в аудитории прям не выдержал, встал и громко прервал этого великого оратора. Сойди с кафедры, заслоняешь Христа. Какой ужас! Есть ли более позорный упрек для христианской кафедры? И может ли быть лучше вознаграждение для проповедника, когда слушатель умиляется и восхищается самим Христом? Опять же, случай. Один иногородний человек посетил местный молитвенный дом на утреннем богослужении. И, выходя, он выразил такой восторг. Какая была прекрасная проповедь! Вечером он был уже на другом богослужении, и когда оно закончилось, он трепетно произнес. Какой прекрасный Христос! По-моему, Спержин приводит в своих трудах этот случай. Мне иногда кажется, что мы словно стесняемся воспевать и провозглашать нашего Искупителя. Как будто это нечто древнее, старомодное, архаичное. Сегодняшние стильные темы, типа «Как стать успешным лидером», они как-то больше на слуху и легко вписываются в современные запросы аудитории, молодежи, прогрессивного общества. Порой возрастает ощущение, что уже для самой христианской кафедры проповедь о распятом Христе утратила вкус, утратила желанность, притягательность. Хотя даже в других мировых религиях дают высокую оценку личности Христа. И об этом не стесняются сказать. Ну, например, в индуизме. На стене «Шаттам Ашрам» было написано «Нет ни одного места, где Иисус был бы не к месту». Вот эту настенную истину хорошо иллюстрирует следующий рассказ, который когда-то в далекой ранней юности для меня стал классическим объяснением. Сын верующих родителей приехал из села в город для поступления в институт. И, конечно, как оно часто бывает, студенческая жизнь быстро взяла хлопца в оборот. И он постепенно стал забывать о Боге, о своем воспитании, о своей семье. Как-то раз приехала его навестить мать в общагу. Войдя в комнату, где жил сын, мать увидела на стенах разные нехорошие, непристойные плакаты. Сердце, конечно, сжалось от переживания, но мать ничего не сказала. Погостив у сына и прощаясь с ним на дорогу, она достала какой-то сверток и сказала «Сынок, исполни просьбу матери, возьми это и повесь у себя над кроватью». «Ладно, мама, сделаю». Когда мать уехала, парень развернул подарок. Им оказалась картина с распятым Христом. Чтобы выполнить просьбу матери, ему пришлось расчистить место для картины. Когда же он ее повесил, то оказалось, на его взгляд, что распятый Христос и мирские плакаты, ну, как-то совершенно не сочетаются. Тогда он решил освободить от них всю стену. Ну, и в конце концов, как вы догадываетесь, впоследствии в комнате вообще не осталось ни одной непристойной картины. Даже мысль о богоприсутствии уже сама по себе вытесняет человеческий грех. Даже мысль о Христе, она уже сама по себе вытесняет грех. И эта мысль о Христе имеет такую преображающую силу, что даже любой психолог позавидовал бы этому могущественному влиянию на сердца, как когда-то позавидовал из деяний Симон Волх, видя, что происходит с людьми под действием проповеди о Христе. Вспоминаю свою рабочую деятельность в государственном учреждении. И вот я когда-то был включен в районную комиссию по делам несовершеннолетних. И в нее входили представители разных государственных учреждений. Мы разбирались с трудными ситуациями различными, где виновниками были подростки или их родители. И вот однажды во время совещания нашей комиссии представитель медицины стала бодро озвучивать количество человек, прошедших кодирование от алкоголизма. И сколько программных средств на это было затрачено. Она отчиталась. И у меня вдруг разыгрался интерес. Я спросил, а сколько тех, кто получил освобождение? И она с грустью назвала, ну просто ничтожный мизерный процент. Я уже не вспомню тех цифр, но зато хорошо помню, как я долго поражался, сколько денег тратится на эти программы без каких-либо видимых результатов. На освобождение одного несчастного, зависимого работает такой большой штат оплачиваемых работников разных сфер. А где в это время находится бесплатная проповедь о Христе в наших христианских странах? При этом кто сможет сосчитать миллиарды людей, которые за два тысячелетия проповеди о Христе изменили жизнь и свое отношение к греху? Те, кто пережил освобождение от разных зависимостей через принятие Христа в свое сердце. У меня есть друг, ну из таких уже конченых наркоманов, которые безнадежно погибали, пока в их жизни пришел Христос. Где сегодня эта проповедь о Христе? Кто о нем расскажет так, что умирающий разбойник ухватится за него, как за единственное и самое надежное спасение? Кто научит христианство жить Христом? Таких, к сожалению, немного. А ведь в этом и есть существительная суть христианства. Давайте вспомним гонителя Савла, гонителя церкви. Когда небесный свет осеял его на пути в Дамаск, он в страхе задал два важных вопроса. Кто ты, Господи? Второй вопрос. Что повелишь мне делать? И при этом порядок, хронология вопросов абсолютно была расставлена правильно. И этот злой Савл после этого стал величайшей личностью всех времен и всех народов. Бесподобным Божьим сосудом благодати. А вот теперь перед нами другой юноша из 18 главы Евангелия от Луки. Он был хорошим с раннего возраста. Он идет к Иисусу, чтобы задать второй вопрос Павла. Что мне делать? А первый вопрос Савла, кто ты, Господи? Его почему-то мало интересует. Ему важно быть таким хорошим, чтобы жизнь вечная от него не ускользнула. Он хочет ее наследовать. Вроде бы с виду кажется, что все здорово, какой молодец. Но Христос почему-то первыми словами задает, ну, казалось бы, отвлеченный вопрос. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Однако этим вопросом Христос красиво и мудро обратил внимание этого праведника на того, с кем юноша вступил в разговор, с кем он имеет дело. И это более существенный вопрос. Юноша начал искать свое спасение, вот по нашей проповеди, в прилагательном. Каким я должен быть? Или что мне нужно еще сделать, чтобы спастись? Этому хорошему человеку крайне не хватало сосредоточенности, концентрации на личности Христа, на его познании. И вот чтобы развенчать поиски богатого юноши, поиски спасения в прилагательном, бессуществительном, то есть в своих праведных делах, Христос одной только фразой вскрывает падшее состояние грешника, не способного достичь спасения вне Иисуса Христа. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Когда я читал еще в подростковом возрасте этот текст и в юности, меня удручали эти слова, и мне казалось, что я, наверное, тоже не выдержал бы такого экзамена. Но надо понимать, что такой ответ Христа относился к конкретному человеку и с конкретной целью выявить, высветить, обнаружить неправильный поиск вечной жизни, сосредоточившись на своих достижениях и личных хороших качествах. Поэтому Иисус одной фразой развенчал такой метод получения вечной жизни. А вот уже следующая, девятнадцатая глава Евангелия от Луки начинается встречей со Христом другого богача. И он не пришел к нему с вопросом, что мне делать или как стать хорошим. Он искал видеть и Иисуса. На таких искателей Иисус сам выходит и даже сам безотлагательно напрашивается домой к Захею. Приняв Христа в своем доме, этот богач на радостях объявляет о своих намерениях возместить все причиненные людям ущербы. И более того, половину имения пожертвовать нищим. От него-то как раз Христос этого не требовал. Какой удивительный контраст. Первый богач в глазах людей был образцовым, второй отталкивающим. Первый богач искал совет у Иисуса, а второй – самого Иисуса. Первому богачу была рекомендована Христом благотворительность, и он не смог на это пойти. А второму не было вообще такого похожего условия, однако он сам принял такое решение. Первого богача ни один евангелист не называет по имени, второго зовут Захей. Христос знает своих по имени. У одного богача от встречи со Христом чем кончилось дело? Посетило печаль, а в доме другого – великая радость с принятием Христа. Вот где же ключ этой огромной разницы? Я думаю, что вот здесь как раз. Один начал поиск вечной жизни с прилагательного – каким я должен быть, что я еще должен сделать, что я могу еще добавить к своим личным хорошим качествам. А другой начал с существительного – кто ты, Господи? Он хотел узнать лично Иисуса. Сам Иисус представлял интерес для Захея. Все остальное было естественным продолжением или приложением к познанию Христа, прилагательным. Вспоминаю одного дорогого мне человека. Это близкий мой друг и родственник, который занимал должность военного комиссара в нашем районе. И вот как-то он ко мне пришел домой и задал такой вопрос интересный и очень важный. «Если я покаюсь, должен ли я расстаться со своей работой?» У военных вопросы четкие и конкретно нужно отвечать. И вот в ответ я как раз указал ему на начальника мытарей Захея. Я ему сказал, что когда Христос вошел в жизнь этого мытаря, он сам на радостях принимал такие решения, на которые его не смог бы никто уговорить до этого, до знакомства со Христом. Поэтому я не знаю твой путь, друг мой, и что тебе надо будет сделать, но точно знаю, что после принятия Христа в свою жизнь к тебе войдет радость. И ты сам без каких-либо подсказок со стороны будешь принимать такие решения на радостях, что даже сам будешь удивляться. «О, неужели это я?» Интересно, что через время все именно так и случилось. От всего сердца он принял веру у Христа. И даже когда служитель его спросил, «Может, все-таки не торопиться тебе с рапортом на увольнение?» «Тебе же должны скоро квартиру выделить от Министерства обороны». А он на это без колебания ответил, «Я боюсь потерять нечто большее». Это большое чудо. Когда человек находит истинное сокровище на поле, он знает, что ему делать. И он без сожаления готов расстаться с тем, что так дорого ему было до этого. И теперь он готов поступать красиво, не для того, чтобы спастись, а потому что он спасен. Продолжение следует...